Привет! В этом уроке мы рассмотрим, какие косметические продукты нам понадобятся для выполнения макияжа Smoky Eyes и перевернутой смоки. Для подготовки кожи к макияжу нам понадобится мицеллярная вода. Моя самая любимая биодерма, она очень хорошо очищает кожу и при этом не вызывает раздражения. Пойдет для любого типа кожи. После мицеллярной воды мы обязательно протираем лицо тоником либо тонером. Классные тонеры у корейских брендов. Можно брать любой, они все очень хорошо увлажняют и подготавливают кожу к нанесению ухода. Для увлажнения лица я выбрала сыворотку и крем с витамином С от Краснополянской косметики. У них очень хорошие составы, они полностью натуральные, без парабенов и хорошо увлажняют любой тип кожи. Базы под макияж от Make Up For Ever. Для сухой кожи сияние и для жирной и комбинированной кожи матирующие. Тональные крема для жирной и комбинированной кожи с матирующим эффектом от Shiseido. Очень легкое покрытие, но при желании можно наслоить. Для сухой кожи Shiseido Synchroskin. Очень легкое покрытие с сиянием. И для нормальной и сухой кожи коллаген. Хорошо увлажняет и дает более плотное покрытие. Для подбора вашего идеального оттенка можно смешивать любые бренды из люкса или масс-маркета. Для проработки зоны под глазами и определенных нюансов в виде прыщечков и высыпаний нам понадобятся корректоры и консилеры. Цветные корректоры для маскировки синячков под глазами. И консилеры более легкой консистенции и более плотной для определенных нюансов, либо для нанесения под глазки. Пудры для лица. Один вариант это компактная пудра. И второй, более универсальный, это транспарантная пудра, прозрачная, рассыпчатая. Бронзеры для скульптурирования лица и придания коже загара. Скульпторы для более детальной проработки нашего лица, чтобы сделать щечки поменьше, носик поуже. Более холодного оттенка и более теплого. Румяна для лица розового оттеночка и персикового. Также нам понадобятся хайлайтеры более мелкодисперсный и с крупными частичками для более вечернего варианта. Для бровей мы будем использовать автоматические карандаши Виен Собо и Эвелин. И для фиксации волосков прозрачный гель и тушь для бровей. Для макияжа глаз нам понадобятся кремовые тени, слик в более розовом варианте и люкс визаж в бежевом. Две палетки теней. Базовая палетка в более ежедневном цвете в коричневых оттенках. И для более креативного вечернего макияжа можно взять оттенки розового и ягодного. Карандашики для глаз. Каяла не подходит для прорисовки слизистой и для тушевки в коричневом цвете и в черном. Пигмент для глаз для более вечернего варианта. Тушь для ресниц удлиняющая и объемная от Эвелин и Элиан. Карандаш для губ от Миста Ис в оттенке 769. Кремовая матовая помада от Сифара в оттенке 13. И помадка от Стеллари в оттенке 04. Теперь ты знаешь, какие продукты из косметики тебе понадобятся. Переходи скорее к практическому заданию и увидимся в следующем уроке.